Добрый вечер. Это главная подробность. Рады приветствовать всех телезрителей. И я сразу хочу представить моего сегодняшнего гостя. Это Алексей Петрович Лаптев, первый заместитель губернатора Калужской области. Добрый вечер. Добрый вечер. Состоялась коллегия, важная коллегия, коллегия четырех министерств экономического блока Калужской области. И конечно же в первую очередь на ней были подведены какие-то итоги работы и наверняка что-то намечено на будущее. Но наверное вот с итогов работы чем явно можно похвалиться? Ну нам за 2014 год есть чем похвалиться. Темпа промышленного производства у нас положительный. Составили 2,9%. Росла металлургия, выросла на 40%. Пищевая промышленность выросла на 21%. Фарма выросла на 17%. Также добыча полезных ископаемых выросла на 22,6%. То есть рост в промышленности есть. Также объем отгруженных товаров составил 520 миллиардов рублей за 2014 год. Он растет от года в год. Если мы сравнимся с 2007 годом, он вырос в 5 раз. Безусловно нам есть чем похвалиться. Мы открыли 12 новых производств, создали 2300 рабочих мест. Средняя зарплата подросла почти до 28 тысяч рублей. 27 890, по-моему, если не ошибаюсь. То есть похвалиться безусловно есть чем. Это плюсы. Были ли отмечены какие-нибудь недочеты? Без недочетов нельзя. Конечно, были недочеты. В целом в экономике в некоторых отраслях наблюдался спад. Как в автомобильной промышленности, безусловно. Но мы успели диверсифицировать свой бизнес. И вот те отрасли, о которых я говорил, в целом дали рост. Плюс мы столкнулись, конечно, с нехваткой кредитных ресурсов. Что на предприятии им тоже сейчас достаточно тяжело и над чем мы активно работаем. Смотрите, некоторое время назад был опубликован всероссийский так называемый антикризисный план. И здесь, на территории Калужской области, он обсуждался как план первоначальных мер по стабилизации и так далее. Его никто не видел. Он не распространялся, я так понимаю, да? Но мы над ним работаем. Это живой документ. Он еще находится в работе. А он всегда будет находиться в работе. Это план первоочередных действий и действий, которые мы будем делать в будущем. Безусловно, если мы увидим, что этот план нас не устраивает, мы его можем поменять. Документы не принимаются раз и на себя. Я нашел данные, что в течение первого полугодия на реализацию общероссийского плана понадобится порядка 22 миллиардов рублей. Как-то оценивали, сколько понадобится Калужской области? Да, мы оценили. Мы цифры примерно уже понимаем. Но вы понимаете, дело не всегда в деньгах. То есть иногда подменяют понятия у нас часто. То есть функция государства не только раздача денег. Функция государства в том числе это и создание условий для бизнеса. То есть наш план включает в себя целый комплекс мер. Это стабилизационные меры. Это работа с бюджетом. Это сокращение расходов. Там, где это возможно. Возможно, мы какие-то расходы перенесем на будущие периоды. Это также мобилизационные меры. Там, где мы не дособирали налоги, мы должны активно поработать и, может быть, дособрать налоги. Это большая часть, посвященная снижению сдержек бизнеса. То есть государство может и опосредованно помогать бизнесу, снижая сдержки. Вы сейчас говорите про любой бизнес. Про крупный, про средний, про мелкий. Я говорю про весь бизнес целиком. Потому что в этом плане описаны и отраслевые планы каждого направления бизнеса. В том числе. И в том числе импортозамещающие. Потому что мы, когда говорили, например, активно обсуждали малый бизнес. И там также в плане есть работа с госзакупками. Мы достаточно много закупаем. А в январе, кстати, Калужская область получила рейтинг. Самый прозрачный регион по госзакупкам. И мы пристально обратили внимание на госзакупки. Чем мы еще можем помочь именно калужскому бизнесу. Закупаю калужскому бизнесу. И мы увидели не очень хорошую статистику. Не активно пользуются? К сожалению, госзакупки в Калужском регионе, наш бизнес выигрывает только 35% тендеров. А остальные выигрывают предприниматели из Тулы, из Бурянска, из Московской области. То есть нам есть о чем работать. У меня есть вопросы в том числе и к предпринимательству сообщества. Насколько я понимаю, с точки зрения предпринимателей, есть ряд неудобств при работе с госзакупками. Как я разговаривал со своим знакомым, он говорит, мне надо выделить, посадить на рабочее место отдельного человека, который будет заниматься только этим. Это во-первых. То есть это дополнительные штатные дницы, которые потребуют у него все равно каких-то там, ну хотя бы первоначальных расходов. Во-вторых, насколько я понимаю, ты сначала сделай, а потом тебе государство оплатит. Практически всегда так, нет? В Калужской области, да, это практически всегда так. И это наша принципиальная позиция. Потому что мы столкнулись с тем, что и наш бизнес просил о том ввести такое правило. Потому что мы столкнемся и с недобросовестными организациями. Согласен. Когда они выигрывают тендер, сознательно же унижают цену. А потом просто берут предоплату и исчезают. Это тоже надо учитывать. Это тоже важно. Но то, что нужно выделить отдельного человека на госзакупки, я слышу первый раз. Это не такая сложная система, в котором, чтобы сажать отдельного человека. Но если у него большая компания, и он каждый день участвует в госзакупке. Нет, если это малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес, он выигрывает, например, годовой контракт. Но один раз участник, выигрывает годовой контракт. И может планировать свой бюджет. А если это, как вы говорите, это уже большая структура. Если каждый день ты участвуешь в госзакупках, это далеко не малый бизнес. А контракт они не имеют. Хорошо. А какие вы видите тогда методы, чтобы калужский малый и средний бизнес привлечься к госзакупке? Мы сейчас этим активно занимаемся. Мы, во-первых, хотим ответить на вопрос, почему для брянского бизнесмена или подмосковного это интересно. И он идет с нами работать, а калужский нет. На этот вопрос нужно ответить. И мы сейчас над этим активно работаем. А есть какие-нибудь версии? Я бы не хотел раньше времени озвучивать версии. Но в том числе и нужно и бизнес спросить об этом. Почему так? Хорошо. Кроме того, что необходимо привлечь малый и средний бизнес в госзакупки. Это правильно. Это надо делать. Наверное, будут подразумеваться в плане первоочередных мер и прорабатываются, может быть, какие-нибудь еще дополнительные меры для того, чтобы малый и средний бизнес активизировались. Чтобы они до нуля не опустились. Потому что закрываются многие предприятия. Мы это прекрасно знаем. Я еще не видел предприятия, которые в Калужской области закрылись. Если у вас такая статистика есть. Нет, по Калужской области конкретно нет. Но есть количество юридических лиц, зарегистрировавшихся и закрытых за 2013-2014 год. Покажите, пожалуйста, картинку. Вот 2013 год. Открыто 490 с небольшим предприятием. И закрыто 419. 2014 год. Ну, конечно, тут конец года. Резонул по цифрам очень сильно. Открыто уже всего лишь 417. А закрыто 483. То есть это в минус? Ну, нужно посмотреть, залезть вглубь статистики. Потому что очень... Когда мы смотрим эту статистику, просто цифра, она большая, понятно. Но нужно понять. Может быть, это были спящие предприятия какие-то, которые уже несколько лет не работали. То есть это нужно понять. И тогда это можно обсуждать. То есть в отрыве от контекста это сложно обсуждать. Хорошо. На сайте РБК проводился опрос среди малого и среднего бизнеса. Мы сейчас над тем еще немножко поговорим. Так вот, они спросили просто, что мешает малому и среднему бизнесу. И получилась такая нерадостная картина. Вот этот график. Порядка 17 тысяч предприятий, предпринимателей откликнулись. В первую очередь, в верхнюю строчку хит-парада высокие налоги занимают. 55% респондентов таким образом ответили. На второй строчке неопределенность экономической ситуации. Но это общая беда. Высокие ставки по кредитам. Это тоже. Ну тут, собственно, все позиции так или иначе находят отражение в текущей экономической ситуации. Я готов прокомментировать. Я бы говорил, наверное, не о высоких налогах, а о высокой фискальной нагрузке. Потому что налоговый законодательство у нас, наверное, одно из самых либеральных. И налоги там невысокие. То есть 6% с оборотом это небольшая сумма. А вот если мы говорим про фонды, про пенсионы, про соцстрах, вот это уже сумма значительная. То есть нужно говорить в целом о фискальной нагрузке, а не только о налогах. Но вдруг будет подразумеваться в нашем региональном плане первоочередных мер какое-то возможное послабление? Я готов обсуждать только региональные налоги. А вот здесь имеется в виду федеральные. Я знаю, что федеральным правительством такая работа ведется. Она должна уже быть в этом месяце закончена. Сейчас пока комментировать рано. По высоким ставкам по кредитам тут можно только согласиться. И что мы в регионе для этого делаем, это мы создали фонд, который как раз помогает субсидировать ставки, кредитует дешевле, чем в банках. И на эти цели, на эту поддержку в прошлом году мы потратили более полумиллиарда рублей. А в этом планируется сколько? В этом планируем мы даже, наверное, увеличим эту цифру. А легко ли там получить субсидию? Ну, вы понимаете, это тоже вопрос риторический. Кому-то легко, кто-то ее получает, кому-то нелегко. Но в первую очередь на производство, наверное, да? В первую очередь на производство, но и от социальной отрасли мы тоже продержим. Ну, и вот я вас увидел, там в середине была девальвация рубля. Да. То есть, ну, вот производственникам, да как раз, наверное, это больше в помощь, чем в... Ну, почему? Они же продают готовую продукцию. Ну, да, могут продать за большее деньги. Но им приходится и расходы материала покупать. Да, и мы стали более конкурентно способны. Встретил высказывание, сейчас мы с этой темой распрощаемся. Встретил высказывание, которое, на мой взгляд, все-таки имеет существенное право на жизнь. Дословно следующее, читаю. Это предложение. На три года на федеральном уровне заморозить все, вообще все законы, которые касались бы бизнеса. Не надо улучшать или ухудшать. В условиях кризиса надо заморозить условия по факту. То есть, не расшатывать лодку ни туда, ни сюда. Как, на ваш взгляд, такая мысль? Вы знаете, у нас тут, когда к нам приходят и говорят, слушайте, нам нужна очень стабильная экономическая ситуация. Давайте заморозим все ставки налоговые, все налоговые, все ставки фонда. И потом же тут же приходят и говорят, слушайте, ну вот для этой отрасли можно было бы налоги снизить. То есть, нужно определиться, что хочет бизнес в итоге. Он все-таки хочет снижения ставок или стабильности. Потому что чудес не бывает. Что такое налоги? Налоги – это наша с вами социалка. Мы 59% бюджета тратим на социалку сегодня. Есть регионы, где побольше, где 77%. Ну, мы в более хорошей ситуации находимся, потому что за последние 10 лет мы активно на этом работали. И, конечно, мы можем себе позволить тратить не только на социалку. Поэтому тут с бизнесом нужен диалог. То есть, нельзя не платить налоги. Как же жить-то? Нельзя. Согласен. Возвращаемся к коллеге. К достижениям Людиновская экономическая зона. Она существует. Она работает. Огромное предприятие Агроинвест. Насколько я в курсе, 20 гектар они уже освоили. И где-то в конце прошлого года, по-моему, вы говорили, что в марте калужане, весной, вы сказали, весной калужане уже смогут попробовать продукцию Агроинвест. Именно так. Смогут. Там приглашаю вас, Людинова, заехать, посмотреть. Там действительно все растет. Ну, наши корреспонденты там были. Мы в новостях уже это показывали. Если нам сейчас подкрепляющее видео покажут. Сегодня на коллегии мы показывали уже там есть клип, где уже практически созревшие овощи есть. Да, безусловно, так и будет. Мы в этом не сомневаемся. То есть все подрастает? Да. Помидоры покраснеют? Да. Мы прекрасно понимаем, что сейчас продукты в магазинах дороговато. Стоят периодически. Некоторые позиции, не все. Ну, вот продукция Агроинвеста, она, есть какие-то договоренности с компанией, что, ребят, ну давайте вот все-таки отпускные цены там попридержим? Ну, пока говорить о том, какие будут цены, наверное, рано, да. То есть когда начнут продавать, тогда и поговорим. Но это очень социально ответственная компания. Мы с ними общаемся достаточно плотно. И я уверен, что они на Калужский рынок сумеют найти резервы, поставить даже, может быть, продукцию чуть ниже, чем в соседний регион. Здесь в гостях у нас были депутаты законодательного собрания Калужской области. И рассказывали о том, что там же в Людиново фермерское хозяйство продает картофель по каким-то смешным ценам вообще. Приезжайте, говорят, пожалуйста, покупайте. Вот до Калуги этот картофель не доезжает. Вот в чем проблема. Доедет ли продукция Агроинвеста и до областного центра, и от Людиного до, допустим, северных районов? Ну, она доедет не только до Калуги, не только до северных районов. Она доедет почти до всех регионов ЦФО. Потому что это огромное производство. И, безусловно, Калужская область не в состоянии будет купить всю продукцию Агроинвеста. То есть останется еще и на... Безусловно, да. Это огромный проект. Это больше 80 гектар теплиц. То есть на Калужане не в состоянии съесть столько продукции, сколько будет производить Агроинвест. Это рассчитано в первую очередь на Москву и ЦФО. А 80 гектар теплиц – это вся площадь, которую занял Агроинвест? Потому что Людиновская зона, она же большая. Да. Она огромная. Во-первых, там резидент не только будет Агроинвест. Там будет много резидентов. А во-вторых, это только теплицы. Плюс еще оборудование, коммуникации, коридоры, подъезды. То есть там территория-то у него будет значительно больше. А когда мы узнаем еще название, хотя бы предприятия, которые появятся в Людинской экономической зоне? Мы подписали соглашение с компанией Кастамону. Это турецкая компания, которая будет заниматься деревообработкой. И они занимаются сейчас проектированием. Они сейчас занимаются получением статуса резидента особой экономической зоны. И в этом году они уже планируют начать строительство своего завода. И еще есть в переговорном портфеле несколько претендентов на статус резидента особой экономической зоны. Но о них я бы хотел сказать, наверное, попозже. Сейчас пока рано говорить. Не говори гоп, пока не припрыгнешь. Ну вот, пока в переговорном портфеле. Но создание любого технопарка особой экономической зоны – это же все равно затратное мероприятие. Безусловно. Возникает вопрос. Если затрачены средства, то насколько они окупаются? Ну, я могу привести только одну цифру, чтобы было понятно. На каждый рубль вложенных бюджетных средств мы уже на сегодняшний день обратно получили 4,3 рубля налогов. Это неплохая прибыль. Это суперэффективно использование бюджетных средств. Но одно дело, если вкладываются свои деньги, а другое дело, если кредитные. Вот вкладывались какие деньги? Вкладывались в основном кредитные деньги. А там же проценты? В основном, я точно не хочу говорить, какие мы платим проценты. Но обязательства мы своих ни разу не нарушали. И точно это не 430%. Даже сейчас таких ставок нет. А у нас там ставки, это наше партнерство с внешнеэкономбанком. И там даже тогда были ставки ниже рынка. А федеральный бюджет не помогает в развитии? Федеральный бюджет помогает. Вы знаете, что наш губернатор Анатолий Дмитриевич очень часто, несколько лет подряд, говорил о том, что нужно помогать регионам, которые занимаются реальными вещами. И кредиты они берут не на проедание и не на зарплату себе, а на развитие инфраструктуры, которая впоследствии даст налоги. Привлекает инвестиции? И нас в первую очередь интересует на самом деле зарплата тех работников, которые там будут работать, качественные рабочие места и налоги в бюджет. То есть просто площадка это не сама цель. Просто площадка нам не нужна. Нам нужны налоги, нам нужны хорошие рабочие места. И на федеральном уровне нас услышали. Мы уже подали несколько заявок в федеральные органы исполнительной власти. В прошлом году мы уже получили субсидирование процентов ставки по кредиту внешнеэкономного банка. В этом мы получим уже не только субсидирование процентов по кредиту, но и уже субсидирование затрат, понесенных на создание этой инфраструктуры. То есть все прямо вот так вот красиво? Это факт, который я говорю. Плюс мы уже получили федеральные средства на особую экономическую зону Людинова. Она будет расширить? Сейчас она, это, которое у нас сегодня есть, там она активно строится сегодня. И там 80% денег федеральных и 20% денег субъекта. То есть там софинансирование вот в такую пропорцию идет. О расширении мы думаем, но мы не торопимся. — Еще одна рэперная точка, которой можно похвалиться по результатам деятельности и областной администрации, и министерств конкретных. Что это? Ну какая-нибудь значимая позиция? Я примерно предполагаю, но хочу от вас услышать. — Ну что вы предполагаете? Мне интересно. — Допустим, аэропорт. Уже самолеты должны полететь и даже вроде как понятно куда. — Ну у нас есть несколько разработанных маршрутов. Да, аэропорт мы, вы знаете, что был уже технический рейс. — Конечно. — Практически строительство там закончено, там осталось доделать кое-какие мелочи. — Ну там же еще какие-то процедуры ведомственные надо пройти? — Вот в этом-то и вопрос. То есть мы сейчас активно занимаемся документацией и получением всех необходимых разрешений, сертификатов. Это большой проект, который должен закончиться у нас весной. Я думаю, мы весной его закончим и летом уже полетим. — То и дело слышится в последнее время из разного уровня, из источников разного уровня о том, что ребята давайте оптимизировать расходы. Кто-то там на 10% от зарплат готов отказаться, сократить свои расходы. Кто-то еще вместо пяти принтеров купить один, условно, да? Но вот какая-то оптимизация на региональном уровне обсуждалась? — Да, обсуждалась. И мы ее сейчас обсуждаем. У нас готовы три варианта развития событий. Пессимистичный, оптимистичный и средний. И мы это активно обсуждаем. И готовы к сокращению расходов. Но по итогам двух месяцев, уже января-февраля, видим, что мы не идем по пессимистичному сценарию. — А по какому осталось? — Мы идем пока по среднему. Но надеемся все-таки выйти к середине года к оптимистичному. Но уйдем пока по среднему. Но уже хорошо, что пессимистичного точно не будет. — Ага. Про пессимизм и оптимизм Алексей Улюкаев, по-моему, сегодня буквально, сказал, что прирост ВВП в начале 2016 года составит 2-2,5%. В начале 2016 года. И все трудности начнут заканчиваться в конце 2015-го текущего года. На ваш взгляд, насколько это оптимистичный прогноз? Насколько он имеет право на существование? Но два года назад, про 2015-й год, Алексей Улюкаев тоже говорил, что ВВП вырастет в 2015-м на 2%. Как-то история повторяется. Возможно, что в начале 2016 года мы обретем какую-то стабильность. Хотя бы в рамках Калужской области. — Ну, в рамках Калужской области это будет точно. Мы это уже видим сейчас. И в прошлом году, как я уже говорил, 2,9% на Болрос. — Ну да, да. — В этом году все проекты, которые мы начали, они продолжаются. Переговорный портфель достаточно большой. И сейчас я не готов говорить название компании, но многие компании, в том числе европейские, приезжают к нам и общаются о создании производства здесь. Потому что им уже это критически важно. — Инвестиционный бум продолжается? — Я бы не назвал это инвестиционным бумом. Но они очень внимательно стали относиться к локализации производства внутри страны. Потому что заниматься переработкой внутри страны, ты фактически получается не попадаешь под санкции. Поэтому это интересно. Вот сегодня была встреча с партнерами из Италии, которые здесь хотят пищевое производство открывать, перерабатывающие. Им это очень интересно. — Это известная марка? — Да, это очень известная марка. Это крупнейший производитель питания в Европе. — И когда вы сможете назвать имя, мы все удивимся? — Я думаю, вы не удивитесь, потому что название вам ничего не скажет, потому что это переработчик. Но это очень крупная компания. — По-моему, тоже сегодня прошла информация. Кто-то из экономистов выступал и сказал, что по его, увы, пессимистичному прогнозу, очень большая часть лекарств пропадет из розничной продажи к концу 2015 года. А у нас в Калужской области развивается фармкластер. Соответственно, мы можем что-то этому прогнозу противопоставить? — Мы этим начали заниматься, я думаю, лет 7, наверное, назад. И вот как я уже говорил, в этом году у нас рост производства 17%. В прошлом году, в 2014 году, рост производства 17%. И в этом году мы открываем новых 4 фармацевтических предприятия у себя в Калужской области. И мы этим занимались, мы этим продолжаем заниматься. И это наша задача. И мы ее, безусловно, выполним. — Сегодня уже звучали в нашем разговоре цифры 69% — это социум. И, соответственно, поддержка многодетных семей, поддержка, ну, не знаю, каких-то людей с ограниченными возможностями, она в рамках Калужской области продолжается. Мы понимаем, что тяжело, требуются какие-то дополнительные меры. Но вот, тем не менее, это люди, которым помощь нужна всегда. — Ну, нет никаких сомнений, что она будет в этом году продолжена. И, как и в прошлом году, мы будем этим заниматься активно. В этом сомнений нет. Это не обсуждается, это не секвестируется. В прошлом году мы передали из областной собственности, сейчас я не скажу цифру, ну, где-то 300-400 гектар земли в муниципальное образование обеспечили 1300 многодетных семей земельными участками. Порядка 170 квартир предоставили детям-сиротам. Мы будем продолжать эту работу и в этом году. Плюс мы заняли первое место в ЦФО по трудоустройству инвалидов, что даже более важно, чем помогать материально. Как знаете, это пословица, да, что... — Ну, это какая-то социализация человека происходит. — Удочку человеку или рыбу, да. Вот это в данном случае это удочка, и это, наверное, даже важнее, чем дать просто деньги. Поэтому мы как занимались этим, так и будем продолжать заниматься. И ни в коем случае вот по этим позициям секвестировать мой бюджет не собираемся. — Это точно. — Это абсолютно точно. — Ну, здесь хотелось бы тогда еще уточнить, может быть, вы помните эти цифры, сколько-то гектаров многодетной семье, да, многодетным семьям, сколько-то квартир с сиротом, а сколько еще на очереди стоит, и насколько это может все растянуться. Может быть, надо еще даже нарастить эти темпы? — Эти темпы наращиваются год от года. Но нужно понимать, что мы не в состоянии обеспечить всех в один год, а потом эти очереди все равно возобновляются, да. То есть, к сожалению, да, то есть у нас появляются дети-сироты. К счастью, у нас появляются многодетные семьи. — Да. — Поэтому это бесконечный процесс, и этим мы будем заниматься. — Хорошо. Спасибо огромное. Я думаю, что Министерство экономического блока Калужской области получили удовлетворительную оценку в своей работе, потому что, ну, как бы, налицо достижения, и не каждая область может похвалиться тем, что у нас есть. Я надеюсь, что импортозамещение, продовольственная безопасность, все это тоже будет, все это находится под неусыпным, ну, не то что контролем, но наблюдением. Вот, потому что это немаловажная часть, составляющая жизни каждого человека Калужской области. Ну и все задуманное пусть получается, инвесторы, вот прямо гуськом. Вы же собираетесь куда-то еще, какая-то поездка должна быть такая значимая недавно? — Через, если я не ошибаюсь, по-моему, через неделю, да, мы с агентством, с трагедическим инициативом летим с бизнес-миссией в Лондон представлять Калужскую область, Великобритания. — Но это будет не так, как вы в Германию ездили, что там Калужская область в единственном лице представляла? — Там будет несколько областей, да, мы летим в большой бизнес-миссии. — Но по итогам этой миссии тоже могут быть какие-то результаты? Могут быть какие-то новые инвесторы, новые договоренности? — Они будут, потому что у нас уже запланированы, помимо бизнес-миссии, в которые мы летим с агентством стратегических инициатив, запланированы уже конкретные встречи с конкретными инвесторами. — Да, конечно. — Ну, если можно, тогда после этой миссии мы пригласим вас еще в гости. — Зовите в гости, с удовольствием к вам придем. — Алексей Петрович Лаптев, первый заместитель губернатора Калужской области, был сегодня у нас в гостях в программе «Главная подробность». — Спасибо. — Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»